Докатился до суда. Кировские служители Фемиды приговорили без малого к пяти годам лишения свободы веловора. За год рецидивист Александр Поваров украл несколько десятков велосипедов, но точно вспомнить смог только о 42 случаях. Украденные байки преступник по дешевке перепродавал через интернет. Так и попался. На четвертую ситку джентльмена удачи провожала Анжела Брик. Если бы у екатеринбургских полицейских была своя книга рекордов, то у Александра Поварова в ней была бы отдельная статья. За велокражи. Меньше чем за год вор-рецидивист успел угнать около полусотни велосипедов. Почему его, словно магнитом, тянуло именно к железным коням, объясняет просто. Это самый простой способ обогатиться. Похоже, новый приговор для него был делом времени. После третьей от ситки Александр вышел на свободу летом 2014 года. Устроился грузчиком, завел семью и взялся за старое. Вооружившись болторезом, геловор проникал в подъезды, перерезал тросы и уводил железных коней со двора. Если в подъезде стояло несколько байков, забирал все. Илья и Елена в одну ночь лишились сразу двух велосипедов. Прихватил воришка и двухколесник соседа. И как только рук на все хватило. На следующее утро, после того, как украли, пришли оперативники, получили фотографии. И который фотографию получил, сразу узнал своего старого, уже неоднократно, видимо, привлекавшегося человека. И как бы у своего коллеги спросил, это он? Он говорит, да, это он. Взяли воришку с поличным при попытке продать очередной похищенный велосипед за пару тысяч рублей. В гараже, который поваров использовал как схрон, оперативники обнаружили 28 байков. Среди них попались и детские. Как потом выяснилось, угонщик не брезговал ничем. Вместе с велосипедами забирал и детские коляски, и даже туристические палатки. Даже камеры видеонаблюдения, призванные изобличать преступника, отрывал и тоже продавал. На девы их ворвали велосипедов. Не придется. Найденные байки уже вернули законным владельцам. А самого велокрада осудили на без малого пять лет колонии строгого режима. Впрочем, ему еще долго придется оплатить потерпевшим. Краденый поваров сбывал по бросовым ценам. Однако возмещать ущерб ему придется за реальную стоимость велосипедов. Но к очередному наказанию вор отнесся философски. Не видно вообще-то еще? Пусть он еще заработал, получает. Анжела Брик, Влад Калупаев. Новости 41-го канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова